Обзоры греческой философии с манихейской точки зрения я завершу атомистической школой. Ну вот она, казалось бы, материалистическая, то есть как-то что-то совсем всё не то, потому что манихейство ближе всё-таки это как религия воспринимается, да? Материалисты, они скорее атеисты, но на самом деле всё нечётко. Все вот эти схемы, которые рассказывали Маркс с Лениным, это тараканы из их головы. Потому что, ну допустим, сам принцип атомизма, атомов и существования из них материи, он вполне нормальный, допустим, в буддизме. Школа Вайшешека, её отражение в буддизме вполне. То есть то, что материя из атомов состоит из разных комбинаций, абсолютно нормально. Просто буддисты это дополняют какими-то другими ещё учениями, не только существует труп, а и другие тоже сканги, тоже там немножко по-другому всё это воспринимают, да? Но сам принцип про атомы, почему бы и нет, тем более он сейчас научно подтвердился, да? Ну и к тому же сейчас вот будем рассматривать очень кратко Демокрита и видим, что есть определённый мистицизм у него и этический идеал. Нельзя Демокрита отождествлять с материалистами, допустим, XVIII века. Это разные всё-таки школы. Хотя они, да, имеют какое-то преемственность друг на друга, ссылались на него последующие материалисты, атеисты и так далее. Есть определённая легенда о Демокрите, которая непонятно, насколько соответствует действительности. То, что Демокрит примерно... Это примерно тогда же, когда и Сократ, он немножко помоложе Сократа, но вот такие легендарные времена классической Греции, которые потом обросли легендами. Но то, что такое было, это... Да, это общепризнано древними было. Значит, считается, что он посещал Грегипет, Вавилон, Персию и Индию. Вот в связи с тем, что посещал Индию, и в Индии тоже есть атомические школы, сразу можно гипотезой высказать, что он освоил этот атомизм в Визвении. Там подцепил какого-нибудь Вайшешека, тот его научил. Но, видимо, не всему. То есть, греческая философия часто выглядит как сокращение индийской. Может быть, это потому, что индийская, на самом деле, позже. Мы же датировку этой индийской тоже нормально, не знаем. Может быть, индийская философия — это то, что развили из греческой, когда туда уже пришли Александр Македонский, уже там Кушани всякие были, всё такое. Вот они уже там, может быть, и добились всё это. То есть, такой вариант есть. А есть другой вариант, что в Индии эти уже все концепции появились, и в каком-то упрощённой форме, или через Персию, или через ребят Македонского, или через поездки греков как-то в Индию. Говорят, что Демокрит ездил. Вот они как-то вот так вот дошли. То есть, два варианта. Ну, в общем, точно он куда-то ездил. В Афинах он тоже учился у местных ребят, типа Анаксагора, Сократа. И он на всё на это потратил полностью наследство отца. То есть, он счёл, что деньги надо не бизнес на них устроить, а потратить на то, чтобы получить знания. Когда он вернулся в родной город, его на него суд подали, потому что он растратил имущество, как бы это считалось плохо. Это всё равно, что пропил. И это у них преследовалось. Ради своей защиты он прочитал отрывки из своих текстов научных, которые он написал, и убедил в суд, что он деньги потратил не зря, что он приобрёл знания, что это полезно для города. Но в то же время его там начали считать за психа, потому что он уходил из города, скрывался на кладбищах. Вот это, кстати, один из признаков того, что, возможно, Демокрит занимался медитацией, которой в Индии научили его. Вот эти вот информации. Уходил из города, скрывался на кладбищах, и там занимался размышлениями. Потому что в буддизме медитация на кладбищах одна из таких кандовых видов аскезы. Обожают они просто сидеть на кладбище и медитировать. Потому что кругом трупы, и сразу очевидно, что жизнь наша скоро кончится, и это как раз они считают, что помогает сосредоточиться на главном. Вот эти медитации на кладбищах Демокрита, возможно, усвоены из Индии. Кроме того, Демокрит часто смеялся. И потом это объясняли тем, что, когда он попал уже, обучившись философии в среду обычных этих обывателей, то они ему все казались придурками, и это часто было смешно. Но тут я солидарен, потому что, когда вот в мир выходишь, да, и смотришь на то, что творят уважаемые домохозяева, это действительно обычно смешно. И то, что они пишут в Фейсбуке, максимум, что тут можно. Естественная реакция на это, как правило, смех. То есть тут я Демокрита понимаю. Ну, в общем, обыватели города его считали сумасшедшим. Пригласили Гиппократа, чтобы он подтвердил, может, вылечил. Гиппократ установил, что Демокрит полностью здоров, и у него прекрасная психика, что он, наоборот, психически очень уравновешен. И кроме того, что у него высокий интеллектуальный уровень, так что они от него отстали после того, как этот авторитет области медицины заступился за Демокрита. Пишет, что прожил 104 года. То есть, возможно, какие-то медицинские методики тоже он там в Индии, в Персии где-то, или еще где-то он освоил и использовал для продления жизни. Ну вот, опять же, это легенда. Что там на самом деле, нам установить уже трудно, пока машину времени не запретем. Но главная концепция — это материализм. То есть, Демокрит считал, что существуют только атомы. Атомы — это неделимые частицы вещества, то есть, минимальная частица, которую мы уже дальше не можем разбить на элементы. Он ссылался на то, что у него есть некий учитель Лифкип. Длительно спорили, был ли вообще такой, который как раз вот эту концепцию разработал. Ну вот, а может быть, этот Лифкип был на самом деле у него в Индии, или в Персии. Вот вполне реально, почему этот Лифкип, он такой мистический получился. Мир — это пустота. Ну, в принципе, Акаша. Индовый, буддийский, да. Акаша, в которой летают атомы. Да, бесконечно нельзя делить материю. И под идеей он понимал просто форму атома. То есть, Эйдос — это же, как бы, такая форма, это внешний вид. Идеи отдельно там существуют, но атомы могут иметь какую-то определенную форму, которую он и называл идеей. Атомы по природе подвижны, поэтому они все время движутся. И вот как раз соединение всяких атомов образуются кислородные тела. Вот суть основная. Тела — это комбинация атомов. Нам кажется, что тела имеют какие-то свои качества. Нам кажется, что вещи какие-то отдельные субстанции. Там чашка, монитор и так далее. Сотовый телефон — это вот то, что я сейчас перед собой вижу. Это просто слова. Потому что это все сочетание каких-то атомов. Мы с помощью языка выхватываем эти фрагменты из реальности, как-то называем, для того, чтобы что-то делать с этим. Все. В реальности этого не существует. В реальности существует пустота и атомы. Атом между собой притягивается, отталкивается. Он кое-что так по поводу притяжения частиц тоже высказал. Такое довольно ценное. Ну и, в общем, вот эти все рассуждения, они довольно близки к современной научной картине мира, которая изменилась, там все модифицировалось, элементарные частицы, квантовая механика. Но основа-то примерно так же. Примерно вот так вот и представляют себе. То есть, если очень сильно упрощать, да, так вот ученые мира представляют вообще-то. Еще один принцип, который был в школе Демокрита, это что если какое-то явление, возможно, и не противоречит законам природы, то в бесконечном времени и пространстве оно где-то существовало. Демокрит полагал, что вот эта вся каша, пустота, она бесконечная. Время тоже бесконечное. И существует бесконечное количество миров. И где-то есть всегда что-то, что только может не противоречить законам природы. То есть, где-нибудь, может быть, есть 10 солнцев, он говорил в каком-то мире, да. Вот, может быть, где-то есть мир какой-то абсолютно такой же, как наш. То есть, вот эта вот все концепция множественности миров, которую сейчас фантастика нам всем популяризировала, это Демокрита. Ну и, кстати, она и буддийская, и полностью соответствует и буддизму. Почему я говорю, что на самом деле это вот вроде материализма много сходного. Все в этой великой пустоте, все направления, все точки равноправны, поэтому атомы могут двигаться в любых направлениях с любыми скоростями. Это критиковал Аристотель, потому что на Земле не так. Поэтому Аристотель не понимал, почему так. Нужно как-то определить, по каким причинам вещи или покоятся, или движутся и так далее. Но сейчас считается, что в бесконечном пространстве, в космосе, это примерно так. То есть, вот эта концепция инерции. Ее добил уже до научного конца, добил ее Галилей, но она восходит к Демокриту и к древнему атомизму. А вот откуда они это вот все взяли, это сейчас непонятно. Потому что Аристотель-то, в общем, прав, в том плане, что опыт этим всем концепциям противоречит. Мы же не видим бесконечных миров, мы не видим бесконечного движения и так далее. Это уже нет всего. А откуда взяты это какие-то гениальные догадки, как говорится, или это действительно мистика такая. Как мир наш образуется, образуется вихрь, Демокрит рассказывал, и тяжелые тела скапливаются вблизи центра вихря. То есть, все крутится и к центру все это объединяется и слипается. Получается, в центре мира Земля из тяжелых атомов, и уже все, что полегче, оно вокруг. Миров этих много. Они одни увеличиваются, другие уменьшаются, возникают, убывают. Они могут сталкиваться с друг другом и таким образом уничтожаться. В некоторых мирах есть жизнь, в некоторых мирах нет жизни. И все это образуется, в общем-то, случайно, так как никакого нету Бога. Действительно, он атеист. Вот в пустоте атомы крутятся, случайно образуют мир, и мир распадаются. Все направления равноправны, поэтому он думал, что Земля неподвижна. То есть, у него не было основания. У Мемокрита все крутится вокруг Земли, действительно. Он сторонник того, что Земля в центре мира лежит. Ну, согласно современным представлениям, это, в общем-то, зависит от точки зрения. То есть, мы можем построить такую концепцию, где все рассчитать относительно Земли, в принципе. Не так уж и принципиально. Но Солнце, конечно, у нас самое такое большое по массе, поэтому логичнее от Солнца считать, как все это делается. То есть, рисуют в виде кругов вокруг Солнца. Но это одна из точек зрения. То есть, можно поставить центр хоть Марс, хоть что угодно, и от него все нарисовать, рассчитать. Этика у него была. Он считает, что мера — это соответствие поведения человека и его природным возможностям. Тут, в общем, очень хорошо у него, потому что он преодолевает скептицизм. То есть, он вводит понятие природные возможности человека, и от него уже строит этику. То есть, неравноправные все действия. Одни соответствуют природе человека, другие нет. А природу мы объективно можем биологически определить. Вот с этим я очень солидарен. Это как раз побеждает скептицизм, причем логически его побеждает, без постулирования Бога там и чего угодно. А можно всегда доказать, этичность или неэтичность каких-то вещей, рационально соответствуют эти вещи природе человека или нет. Допустим, убийство или неубийство. Нет равноправия между ними, потому что в природе человека бороться за жизнь. Если мы человека убили, мы против природы человека совершили поступок и так далее. Это очень важно, так как развелось скептиков, на них не действуют аргументы от традиции, а это аргумент не от традиции, и он, мне кажется, валидным, если хотите опровергать. И я постоянно, когда я начинаю спорить с манистами, которые говорят, что добро и зло не отличаются, и это часто религиозные люди, которые просто верят в сатанинской религии. Обычно все кончается вот у меня лично вот этим аргументом, потому что, ну как это ничего не отличается, как это адвайта, да? Вот если я, допустим, буду жрать кирпичи, то я помру. Ну это же понятно, и это плохо, потому что я должен жить. Ну вот, что этому аргументу противопоставить? А все остальные слова, мне кажется, просто словами, потому что я буду жить или не буду жить. Ну и что, вот что мне сейчас расскажут там про Бога, черта, или про какую-то философскую абстракцию, якобы рядом с которой нет смысла добро и зло. Ну а какое, что мне до этого? Когда мне нужно жить, и для меня добро и зло каждую секунду очевидно, в чем заключается добро, в чем заключается зло. А вот эти как раз все рассуждения, мне кажется, они просто уводят от моей цели вот выжить. Всякие вот эти рассуждения про недвойственность там, про то, что все равно, что все с друг с другом, все друг из друга вытекает, и все такое прочее хинея, которое обычно вот в защиту этого говорят. Счастье демокритам тоже выводится, есть у него такое понятие и в тюме, то есть демокрит говорил, что счастье это спокойное, радостное состояние, в котором нет сильных желаний, нет страстей, нет крайностей, и оно не тождественно просто вот, допустим, с наслаждением от еды, секса и так далее. А это именно такая покой, безмятежность, гармония, в которой спокойно можно мыслить, и это тождественно тоже буддизм. То есть здесь мы видим, что умный демокрит с умным Буддой по поводу счастья тоже согласны, что счастье это не обретение каких-то объектов чувственных желаний, как часто думают всякие дураки, а это покой. То есть счастье это покой, в котором можно спокойно думать, ничто тебе не мешает. Вот это для умных людей, несчастья, то, что захват всяких предметов, строительство в себе дворцов, закупка тысяч жен и так далее, это несчастье, это дураки тратят жизнь на какую-то херню. И это смешно, поэтому реакция Демокрита на накопительство она очень логичная, когда он все это видел и смеялся. Зло, согласно Демокриту, происходит из-за того, что у человека знаний не хватает, и нужно его просто научить. Но с этим он согласен. Это общегреческое представление, что если человеку нормально рассказать все, то он будет себя вести нормально. Это они так думали. Но наша, конечно, история и действительность показывает, что далеко это все не так. И бытовой тоже опыты. И у нас большинство людей, даже если нормально все расскажешь, он все равно начнет тупить. И просто он агрессией встретит все твои разумные аргументы. Но вот греки, они жили, это было детство человечества, это все еще начиналось, они верили, что можно разума людей изменить и построить идеальное общество так или иначе. они в это верили. Он не верил в бога как такового, в которого верили. Платон с Аристотелем спорно, насколько была у Демокрита мистика веревлена на богов. С одной стороны, он говорил, что боги, богов людей сочиняют, видя какие-то страшные явления природы. Было такое. Дальше он говорил, что есть какие-то образы мистические, которые могут влиять на человека. Одни страшные, одни не страшные. Они могут предсказывать будущее. То есть вот какая-то мистическая практика у Демокрита тоже была, но тексты не дошли, мы не можем понять нормально какая-то пересказа. Дальше есть такое тоже прочтение, что он считал, что есть боги, они тоже состоят из атомов, но нашим органам чувства такие атомы недоступны. И поэтому боги каким-то косвенным образом могут влиять на нас. Допустим, позднее приходить, какими-то видениями что-то там указывать. То есть с ними возможно общение, но мы их не воспринимаем органами чувства. Вот такая позиция Демокрита. Опять же, это одна из реконструкций более четко мы не знаем. Демокрит занимался наукой, составлял на календаре грекам, предсказывал погоду, насколько мог. В геометрии они много там работали все совместно по геометрии, тоже в геометрии кое-что там рассчитал, доказал. как и все греки. И в прикладной науке тоже пытался что-то сделать. Не дошли его труды, к сожалению, и мы только по цитатам. Причем цитаты в основном это, что это враги пересказывают, но это сложно. Допустим, составить представление о Колчаке по речам Труцкого это, конечно, можно, но трудно. Ну и вот так же и с Аристотелем. Ну кое-что пересказывают друзья его. Допустим, опикур до нас дошел, кое-какие еще вещи из опикурейской школы там о природе вещей поэмы. Это пересказывают друзья, но друзья иногда перескажут так, что лучше бы враги пересказывали. То есть они как-то же все равно что-то дополняют, пытаются как-то все это развить, защитить из лучших побуждений. То есть по друзьям тоже так. Это, конечно, лучше, но не всегда можно судить. Ну вот самая большая работа Демокрита это Великий Домострой считается. Это вообще она как энциклопедия была Домострой, да? Великий Мирострой. Путаюсь. Космология Великий Мирострой. Также он писал отдельные работы типа о добродетели, о планетах, о цветах, об уме. В общем, перечисляют десятки его, 70 сочинений Демокрита, но ни одно не дошло. В античности часто было, что это писали все ученики и все писали, что это их учитель. А также писали вообще какие-то не относящиеся делают чуваки и тоже приписывали Демокриту ну какому-нибудь там бренду, под какой-то бренд работали известные допустим, Дипократ там, Демокрит и так далее. Ну вот это в общем все, что нам известно об основателе европейского материализма. Демокрит и так далее. Демокрит и так далее. Демокрит и так далее. Демокрит и так далее. Демокрит и так далее.